Утро Артема Василевского началось с посещения травмпункта. Мужчина упал на льду. Понял, что получил не просто ушиб и решил обратиться за медицинской помощью. С самого утра не пошел день. Забрали машину с расстоянкой. Пока забирал машину, буквально около машины упал на лед голый. Не успел ничего сделать, не сгруппироваться. Илья Бут также день начал в травмпункте. Сын Артемий во время игры в хоккей получил сильный удар шайбой. Палец на руке опух, и мальчика привезли в больницу. Все сказали, сделали быстро. Наложили. Я пока сейчас поеду домой. Ежедневно только в травматологическое отделение больницы Пирогова поступают несколько десятков человек с ушибами, растяжениями и переломами. Медики говорят, в этом году возраст пациентов в основном до 40 лет, так как для пенсионеров действуют особые ограничительные меры и многие на самоизоляции. Поэтому с начала зимы люди этой возрастной категории обращаются реже. Если избежать падения все же не удалось, врачи советуют не терять время и сразу обращаться за помощью. Есть какое-то патологическое искривление конечности, то самому не устраняясь, подручными средствами иммобилизировать, попросить прохожих, попросить знакомых, вызвать скорую помощь. Если есть боль, есть отек, стоит обратиться за медицинской помощью. Специалисты напоминают, здоровье горожан прежде всего в их руках. Чтобы не травмироваться, обувь лучше выбирать на толстой подошве. И чем мягче материал, тем устойчивее обувь. А оказавшись на скользком участке дороги, идти лучше маленькими, но уверенными шагами, наступая всей стопой. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События.